Мы очень рады приветствовать вас на вебинаре. Мы очень рады приветствовать вас на вебинаре. И в этот раз он посвящен предотвращению сокращения потери порчи пищевых продуктов в производственно-сбытовых цепочках, в том числе после уборочных потерях. Многие страны уже принимают меры по сокращению потери порчи продовольствия, но для окончательного решения проблемы нам необходимо активизировать усилия на национальном или региональном уровне. В ходе первого семинара мы рассматривали сокращение пищевых отходов в ходе уборочных и после уборочных потерь. Мы будем рассматривать сами корпоративную стратегию, а также сотрудничество стран в рамках производственно-сбытовой цепочки пищевых продуктов. Мы узнаем об опыте и интересных тематических случаях. До того, как мы начнем, передадим слово первому презентатору. Пожалуйста, обратите внимание на технические аспекты. Вам предложен английский, русский и турецкий перевод, к которому вы можете подключиться. Мы ожидаем... С целью мы не станем использовать функцию чата. Это, пожалуйста, всегда, когда вы вносите свой вопрос в раздел чат, пожалуйста, укажите имя спикера, которому адресуется ваш вопрос. Теперь хотелось бы предоставить слово первому докладчику от Unilever. Это Тея Конинг, старший менеджер по глобальным корпоративным связям, вопросам подразделения продукта питания и прохладительных напитков. Unilever. Марта Перекон, менеджер по цепочке поставок продукта питания и прохладительных напитков. Unilever. Итак, Тея и Марта сделают свою презентацию на тему продовольственной стратегии будущего компании Unilever. И Тея с Мартой начнут с маленького видео и презентации. Слово вам, Марта. И Тея. Слово вам, Март. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Yes, thank you very much for inviting Marta and myself to share our Unilever story relating to reduction of food loss and waste. I hope the presentation can be uploaded while I'm saying a few introductory words. I hope the video has inspired you and made you curious to hear our story. So let's kick off. And we can move to the next slide straight away, please. And we can move to the next slide. And we can move to the next slide, please. I just want to get one of the largest force managers. Because I wanted to start a short step. We have a short step. We have a responsibility to help shape the global ecosystem. У нас имеется очень сильный портфель, в котором участвуют такие мощные бренды, как DOS и Domestos. Но также у нас есть Helmet's Clore сюда входит. И эти продукты используются 2,5 миллиардами людей каждый день. Мы можем... Наше руководство предоставляет нам конкурентное преимущество. Следующий слайд, пожалуйста. Мы хотим помочь глобальную пищевую систему, которая была бы справедлива по отношению ко всем. И вот почему мы запустили будущую инициативу «Будущее продовольствие» для достижения. Мы хотим удвоить количество продуктов, которые... которые предоставят положительное питание к 2021 году. Хотим продолжить в рамках инициативы низких калорий, соли и сахара. Чрезвычайно важно преобразовать всю систему в более устойчивую систему продовольствия. И, конечно, это повлияет на все наши глобальные операции, и они будут сформированы по нашему плану к 2025 году. Это соответствует тем документам, которые мы подписали раньше. Мы покажем вам то, во что мы верим на следующем слайде. Мы считаем, что нам необходимо как крупному производителю пищевых продуктов обеспечить защиту, охрану и предохранение пищевых продуктов. В первую очередь, необходимо учитывать человеческую среду, и необходимо вести бизнес так, чтобы на основе win-win, то есть для того, чтобы и бизнес, и окружающая среда выигрывали от того, как мы ведем бизнес. И мы считаем, что продовольствие и питание должно остаться для будущих поколений, для будущей продовольственной цепочки. Мы считаем, что мы можем проводить собственные прямые операции, мы можем помочь, оказывая влияние на наших потребителей и наших... Мы считаем, что Unilever играет очень важную роль в этом отношении. Далее, в рамках операции по сокращению действий, по направлению на сокращение потери и порчи продовольствия, мы хотим заручиться поддержкой наших поставщиков, с тем, чтобы они сократили вдвое свои потери пищевых продуктов. У нас есть устойчивый сельскохозяйственный кодекс, и мы хотим, чтобы их действия соответствовали этому кодексу. Мы принимаем программы в Индии и в Китае. Мы будем продолжать эту работу. Это означает, что мы можем оказать гораздо большее воздействие вместе. С другой стороны, у нас есть очень крупный бизнес по продовольственному сервису, и мы хотим добиться нулевого уровня отбросов, нулевого захоронения отбросов пищевых продуктов. И то, как мы это будем делать, объяснит Марта. Доброе утро и добрый день. В ходе этой сети я познакомлю вас с теми мерами, которые мы принимаем для того, чтобы сократить порчу и потерю продовольствия. Ну, про продовольствие. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы был понятен контекст, наши действия очень похожи на процесс, на кулинарный процесс. Очень важна точная дозировка, нужно очень важно правильно начать и правильно закончить. Затем неточность дозировки остатки продуктов, которые остаются после наших действий. Это очень важно. Нам необходимо, чтобы поддерживалась чистота. Что дальше происходит у нас? Следующий слайд, пожалуйста. Фундаментальная часть нашего успеха обеспечивается способностью измерять наши отбросы или потери. У нас есть система. Первая – это взаимная рассылка отчетов, которые происходят на ежемесячной основе для приоритизации по самым крупным местам, которые отвечают за самые крупные потери. Это позволяет нам отслеживать, какое сырье выбрасывается или же становится причиной потерь. И, наконец, третий столбец здесь – это планирование от А до Я полного спектра потерь. Для приоритизации по машинному оборудованию и самому процессу. Нам необходимо понимать, сколько мы теряем, что именно мы теряем и по какой причине мы теряем. Следующий слайд, пожалуйста. У нас есть цель. Мы измеряем наши потери. Затем нам необходимо действовать дальше. Нам необходимо сократить и уменьшить уровень потерь. И затем необходимо также обеспечить переработку. Для этого необходимо запустить внутреннее движение. Мы говорим об обязательствах, об устойчивости. Мы также обучаем наших операторов технологиям, которые они используют, и тому, как использовать оборудование с тем, чтобы оно оставляло как можно меньше потерь. В результате своей работы второй тема – это демократизация данных или же публикация данных. Все наши компании в курсе этих данных. Заметность самых важных объектов производства. Это очень важный момент. Следующий слайд, пожалуйста. Наш следующий приоритет заключается в том, что ликвидировать мы пытаемся использовать повторно. Упсис – это продукт такой переработки в Европе. И также вы видите здесь еще один пример, который выпускается в Германии. Мы на 100% перерабатываем упаковку, создание мороженого, более 1,2 миллиона тюбиков, Кремисима Шоколад Хироу, были проданы к настоящему моменту, что привело к сокращению на 160 тонн количества потерь. Следующий слайд, пожалуйста. То, что нельзя ликвидировать, оно повторно перерабатывается для производства той же продукции, посредством партнерства и инноваций. Следующий слайд, в левой стороне вы видите. Фантастические инновации, которые используются. Я могу подтвердить, что выглядит оно очень красиво и также легко использовать нашу продукцию. И с правой стороны вы видите пример выработки биологического газа. Мы это делаем уже долгие годы. И это делается в Европе также. Спасибо вам большое, Марта, за то, что вы объяснили то, что мы делаем в наших операциях. Если можно было бы перейти к следующему слайду, я бы хотела вкратце коснуться того, как мы работаем в downstream, с нашими потребителями, и как мы распространим наши решения, потому что потери в продовольственной индустрии могут достигать 50%. И это значит, что они всегда так становятся предметом потери. Мы помогаем им повышать уровень осведомленности, но также мы удовлетворяем их устремления. Мы повышаем уровень осведомленности о потерях и о том, как предвращать появление потерь. Наш бизнес по продовольственным решениям доставляет камеры, которые используют искусственный интеллект для того, чтобы быстро опознавать и отождествлять, опознавать и выявлять пищевые продукты, которые выбрасываются. Они их приспосабливают и затем меняют их биологические параметры и перерабатывают эту пищевую продукцию заново. Это передовая технология, которая предназначена для того, чтобы сокращать уровень пищевых потерь, продовольственных потерь. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы объясняем то, что мы делаем с нашими потребителями. Мы знаем, что более 40%... Поэтому наш майонезный бренд Hellman's до 2025 года помогает, предоставляет практические решения, вдохновляет 100 тысяч потребителей использовать инициативы. И это не только помогает людям сократить уровень потерь на продовольствия. Но мы также понимаем... Мы недавно завершили очень крупное исследование в Канаде. где результатами этого исследования стало понимание того, что потребители могут сокращать более чем на 50% потери продовольствия. И мы еще поясним в гораздо больших подробностях, в чем суть. Давайте теперь подытожим некоторые ключевые результаты нашего подхода. Следующий слайд, пожалуйста. Да, Марта. Ключевые элементы. Хотелось бы подытожить. Мы применяем целевую... Нашей целью является цель, измеримость и затем конкретные действия, направление достижения цели. И с этим пониманием мы теперь вырабатываем конкретные цели и планы. Также мы создаем прозрачных данных. Это очень важно для достижения цели, поскольку потери продовольствия недооцениваются по всему миру. Нам необходимо создание соответствующей культуры в организации, когда люди начинают смотреть на потери другими глазами, и мы помогаем им увидеть потенциал потерь продовольствия, и тогда они в состоянии переосмыслить свои подходы, почему мы создаем движение в компании. И затем... И называется оно Food Waste Warriors. Также технологии могут помочь определять и повторным образом использовать сырье, и также продовольствие, которое на разных этапах цепочки, производственные сбытовые цепочки подлежали, выбрасывались раньше. То есть мы работаем таким образом с другими. У нас также есть хороший опыт партнерства с целью решения задачи потери продовольствия в целом ради стран. Это Нидерланды, Соединенные Королевства Великобритании. И это позволяет нам объединять усилия разных заинтересованных сторон для достижения общей цели. Также мы создаем движение в обществе, мы начали создание движения в компании, но нам необходимо теперь перейти на все общество, потому что нужно, чтобы все понимали, чтобы люди... И наши потребители также ожидают нашей помощи в сокращении уровня потерь продовольствия в завершении. Хотелось бы сказать, что если мы думаем, что мы сможем сделать это в одиночку, то мы недостаточно амбициозны. Нам необходимы коллективные усилия производителей, но также и те, кто работает в розничном секторе, правительств, потребителей для реального сокращения уровня потери продовольствия. Давайте удостоверимся в том, что объединив усилия, мы сможем обратить внимание как можно большего количества людей на именно это движение. Как вы связи с вашей связи? Да, я вернусь, я не буду в моем видео, потому что у меня есть связи с связи, поэтому я надеюсь, что это будет поддержка. Все, кто слышит меня хорошо? Да. Да, я вернусь, я вернусь. Марта и Тея, thank you very much for this interesting presentation. I think that you clearly indicated to us that reduction of food loss and waste in the food processing business is directly integrated in the system of total quality management. And both, you explained to us, you both do that internally as well as in the context of your whole supply chain. internally, for instance, you mentioned that all the workers in the food processing plants are aware of what is at stake and have their own responsibility on the place where they work in order to contribute to an efficient operation and minimizing food loss and food waste. And in the context of the whole supply chain, you clearly linking with your suppliers and with your customers. With your customers. And you also are very well anticipating on the increasing consumer emancipation. Consumers are more aware of what is going on. Emancipation потребителей. Nice to see that you really are really anticipating on that. And taking action accordingly. We should also realize that for... We should also realize that for... We should also realize that for... the business of the company is... We should also realize that for... We should also realize that for... The real approach is to be able to understand which is the case of the issue of the question. And then to use a качественную систему решения вопроса or управления. We will continue with a few questions. We will continue with a few questions. And my first question is... И мой первый вопрос. Одну секунду, пожалуйста. Первый вопрос из аудитории. Найдер, это очень хорошо известная, очень хорошо. Фюджитес говорит спасибо большое за презентацию. Она из Тунинского университета в Германии. И также она говорит, что это решение было спроектировано для оказания поддержки, например, при производстве майонеза и других продуктов для сокращения уровня потерь. Мы все знаем, что некоторые продукты, при производстве некоторых продуктов при использовании некоторых продуктов, мы не можем, мы не все можем, например, не весь продукт можем использовать, потому что мы не можем достать его из бутылок, например, и так далее. Поэтому вопрос в том, чтобы отработать более качественное проектирование упаковки для того, чтобы продукция использовалась полностью. Я рада этому вопросу, я уже немножко его коснулась. Упаковка – это очень важный элемент Unilever, и для решения этого вопроса мы, конечно же, хотим также параллельно сокращать количество пластика, который выбрасывается в окружающую среду, но это также играет очень важную роль в сокращении потерь. И на самом деле это то, над чем мы сейчас работаем. Мы пытаемся создать повторный дизайн упаковки для именно бутылочек майонеза. И мы пытаемся использовать новые материалы и спроектировать новый дизайн для того, чтобы продукт мог использоваться более полным образом. И это часть того, что мы делаем. Это иллюстрирует то, что здесь речь идет не об одном каком-то едином решении. Речь идет о целом ряде разных вещей, которые необходимо сделать на протяжении всей производственной запятовой цепочки от производства до потребления. Но мы также, в частности, занимаемся и упаковкой. Хорошо. Упаковка также является темой последней сессии нашего вебинара, где мы говорили об упаковке. Один из примеров повторного проектирования, повторной выработки дизайна упаковки. Некоторые виды продукции необходимо, упаковку необходимо держать вверх тормашками, то есть вверх дном, для того, чтобы продукт смог полностью вытечь из упаковки. Еще один вопрос. Это какие препятствия или вызовы вы сталкиваетесь именно в сокращении уровня продовольственных потерь? Может быть, я могла бы и начать, а Марта продолжит. Потому что я думаю, что есть целый ряд разных вызовов. Как Марта уже упоминала, то, что мы видели, то, что мы попытались на прошлых слайдах подытожить, это, во-первых, получение очень четкой картины того, где именно, на каком этапе вашей цепочки вы получаете наибольшее количество потерь. Это не всегда легко сделать. Я думаю, что это первый вызов. Я думаю, что это нечто то также, что я бы хотел сказать, что также более маленькие организации или потребители могли бы взять это на себя, эту ответственность. Все могут начать рассматривать собственные операции. Каждый может рассмотреть, где именно происходит наибольшая потеря продовольствия. Каждая компания может это сделать. Нам необходимо, на самом деле, получить гораздо лучшую картину именно в рамках полной производственно-сбитовой цепочки. Но также необходимо рассмотреть нашу логистику сегодня. Это первый момент. Второй момент – это то, что, я думаю, надо обеспечить, чтобы люди в вашей организации были в курсе корпоративных интересов. Это не только делается, не только важно в целях производства, но также от каждого дизайнера продукта до розничных продавцов продукции должны обеспечить, чтобы люди были в курсе. Мы во многих случаях обнаруживаем, что наши работники больше обеспокоены потерями продовольствия у себя дома, чем на работе. Это одна из тех вещей, которую интересно было обнаружить. И очень важно понимание того, что это должно делаться на всех уровнях работы организации. В производстве у нас есть… У нас… Мы начали систему в Unilever, когда мы… У нас уже был такой опыт, когда мы с 2015 года по 2020 год добились большого успеха в сокращении потерь продовольствия, именно выброса продовольствия и их захоронения. Сокращение уровня потерь становится достаточно сложной задачей. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками оборудования, и также мы разрабатываем разные решения. Например, в секторе мороженого, производства мороженого мы работаем в партнерстве очень много. с фрейзер-сапплиерс, с поставщиками холодильных установок для того, чтобы они создавали инновационные решения с тем, чтобы сокращать уровень продовольственных потерь. И вот это вот часть тех решений, которые мы используем. Роберт? Роберт? Мы потерял соединение, а тем временем позволь мне… Да, Роберт, пожалуйста. От Филичитас нет вопроса. Здесь на самом деле нечто то, что затем в конце будет подробно обсуждено в ходе вебинара. Я бы все же хотел задать вопрос Юни Ливеру, потому что они являются частью. Потому что вопрос в том, существует ли какое-то планирование для того, чтобы внедрять индикаторы, температурные индикаторы параллельным образом изменению дизайна упаковки. Это хороший вопрос. На самом деле речь идет о новых разработках, которые мы наблюдаем, появления которых мы наблюдаем. Я думаю, что существует целый ряд элементов здесь. Я думаю, что если мы рассмотрим биоданные, наше мнение заключается в том, что все, особенно потребители, лучше понимают, что мы не столько стремимся изменить систему, поскольку она гармонизируется, согласовывается на глобальном уровне, но нам нужно, чтобы потребители лучше понимали, что будет для них лучше. И мы очень хотим сотрудничества с тем, чтобы работать вместе. Мы проводим кампании. Один пример – это кампания, которая называется «Посмотрение». И нам кажется, что по всему миру есть очень много возможностей для сотрудничества. Это один из подходов в использовании технологий. Мы движемся вперед в использовании новых технологических элементов. Я пока не могу назвать примеры, которые у нас работали бы на рынке. Но, как я уже прежде говорил, мы должны также использовать технологии, технологические инструменты для того, чтобы попытаться снизить уровень потерь продовольствия. Я бы хотел тоже добавить, сказав, что, конечно же, безопасность наших потребителей в использовании продуктов, продовольственных продуктов – это наш приоритет. Всякий раз, когда у нас есть определенная политика, связанная именно с сроком действия продуктов питания. То есть, мы периодически тестируем наши продукты на предмет именно безопасности продуктов питания. Последний вопрос, который я хотел бы задать, будет следующим. Какой совет вы можете дать другим компаниям? Другим компаниям, особенно маленьким компаниям. Какой совет вы могли бы дать им в отношении сокращения уровня потерь продовольствия? Я думаю, что я вернусь к тому, что я уже говорила. Я думаю, что важно, чтобы каждая компания, большая или малая, начала именно рассмотрение своего процесса и определение тех этапов своего производственного, производственного сбитого процесса или цепочки, где происходит наибольшее количество потерь. Вы должны понимать, где эти потери происходят, каким именно образом. И затем вы должны попытаться поставить цели и достичь их. Вы можете как своими собственными силами этого добиться. Это то, что будет возможно, то, что вы сможете сделать собственными силами, должно быть сделано вашими силами. Но затем вы должны задуматься о том, как можно поставить цели, потому что это тоже очень важно, поставить определенные цели в своей организации и пытаться достичь этих целей. Хотелось бы добавить, мы считаем, что нам не нужно, чтобы всего несколько игроков все делали идеально, но нам нужно, чтобы все игроки приложили свои усилия. Мы знаем, что мы используем 30% своего продукта. Например, станем ли мы использовать какие-то меры в попытке внедрения... То есть здесь речь идет всегда о сравнении, например, 10% потерь с стоимостью тех мер, которые приходится внедрять. Я говорю то, что говорю на основе опыта. Как я прежде упоминал, план и цель 100% сокращения потерь продовольствия Unilever у нас реализуется в настоящий момент, но нам удалось уделить полное внимание сокращению потерь продовольствия в более чем 100 странах, и нам удалось сэкономить огромное количество денег. Вам нужно рассмотреть свои потери и оптимизировать весь процесс с тем, чтобы сократить уровень продовольствия и потерь. Хорошо, спасибо еще раз. Это завершает первую презентацию. Спасибо большое, Марта и Тея, за вашу презентацию. Сейчас мы переходим к следующему спикеру. Это господин Василий Фокин. Он руководитель устойчивости в России и СНГ, в регионе СНГ. Он с нами поделится инициативами или мерами, которые реализуются в России и в СНГ. Василий, прошу вас. Добрый день всем вам. Спасибо за приглашение. Спасибо коллегам из Unilever за интересную презентацию. Многие моменты, которые они упоминали, также важны для России. Поэтому очень интересно именно сделать презентацию после них. Я поделюсь несколькими статистическими аспектами, которые особенно важны для России. Позвольте, я найду начало своей презентации. Я начну с вот этого слайда. Этот слайд представляет количество потерь в России. Вы видите, что количество продовольственных потерь, органических потерь, практически в 4 раза выше, чем пластика. Почему это важно? Особенно в России и также в значительной степени в странах СНГ, у нас в основном мы страдаем пластиком и неорганическими отбросами. Все говорят о сокращении уровня пластика, о переработке пластика, но практически никто не задумывается о продовольственных потерях. Почему? Потому что на уровне правительства, к сожалению, есть очень много недостатков с юридической точки зрения, с законодательной точки зрения и так далее. Полтора года назад мы провели крупный анализ по продовольственным потерям с участием бизнеса «Фолс Фокла». Это крупнейший мозговой танк России. И мы обнаружили вместе, что у нас очень много пробелов здесь имеет место быть, которые необходимо преодолеть в будущем. И мы начали взаимодействовать с другими компаниями, потребителями и с рынком в направлении достижения этой цели. Также мы начали работать с государственными чиновниками. Также мы начали проверку того, где происходят потери продовольствия. Вы, наверное, видели похожие слайды, но то, что для нас было достаточно впечатлительно, то, что нас впечатлило, это то, что больше половины потерянного продовольствия именно приходится на розничную продажу. Как мои коллеги Женни Ливерс сказали, когда вам становится понятно, где и как вы испытываете потери продовольствия и можете что-то начать делать. Это помогло нам сократить уровень потерь продовольствия, улучшить ситуацию. Мы начали сотрудничать с учетом рыночных преимуществ. Конечно же, это добрая воля, это доступность, особенно в России. DSG, цели устойчивого развития также учитывались здесь. Также очень важно учитывать количество и качество продовольствия, потому что очевидно, что если продовольствие не будет выбрасываться, тогда количество продовольствия будет больше. Мы сейчас чуть больше сосредоточены на рынке. Что Данон делает на самом деле, что мы начали делать после этого исследования? Во-первых, то, что мы делаем, это потеря пищевых продуктов разного рода продовольствия. Недалеко от Москвы у нас есть завод по производству метана. Мы используем этот завод для получения биологического газа. И у нас есть целый полный цикл. Затем мы используем биологический газ для отопления территории нашего завода. Но, опять-таки, это всего лишь малая часть, потому что мы работаем здесь с пищевыми потерями, которые мы уже получили. Но мы начали думать о том, как избежать в целом эти пищевые потери. Мы начали компанию с использованием наших социальных СМИ. Мы запустили компанию. Некоторые вещи, которые я говорю, могут, опять же, показаться очевидными для западных стран. Но у нас в стране актуальными являются совершенно другие вопросы. И поэтому для многих государственных чиновников, потребителей, эти вопросы совершенно являются неясными. И поэтому мы соединили это с здоровой пищей. Потому что если говорить о сокращении потерь продовольствия, то приходится говорить также о здоровой пище. Мы сейчас осмысливаем нашу роль, пытаемся принять новые обязательства именно в отношении процесса сокращения уровня потерь продовольствия. Российские потребители сейчас убеждены, что хорошее питание непосредственно сказывается на здоровье человека, положительно влияет на здоровье человека. Мы, собственно, приступили к реализации нескольких социальных инициатив. Например, в школе мы начали компанию здоровое питание от А до Я сюда входит 30 тысяч детей. 30 тысяч детей уже приняли участие в этой программе. Она охватывает 10 тысяч школ, более 2 тысяч учителей. И она очень успешна. Эта программа получила поддержку глобальным фондам экосистем. Мы также начали... И в основном мы сейчас на ней сосредоотачиваемся. Это... В этой компании участвуют лидирующие российские международные компании. Они все из России. У нас здесь Марс и другие хорошо известные компании, такие как Айсоп. Это союз подростков. Магнит, эксперт. Это ведущие розничные компании страны. У них более чем несколько тысяч розничных объектов есть, которые... Так что наш масштаб разрастается. Мы на самом деле проводим кампанию по повышению уровня осведомленности о потере продовольствия. И вообще мы провели несколько кампаний по розничным сетям. Мы провели несколько конференций, куда также приглашали ФАУ в Россию. И эти конференции были очень успешными. Мы взаимодействуем с государственными чиновниками, показываем им, что наша тема сокращения уровня потерь продовольствия является очень важной для бизнеса. Мы поставили перед собой, перед нашей лигой цели, что мы должны поднимать уровень осведомленности общества и бизнеса. Мы должны вместе продвигать необходимые законодательные инициативы. Как я уже упоминал, у нас есть большое количество законодательных пробелов, что мы хотим изменить. Также мы повышаем количество продовольствия, которым просто делится. У нас есть интересная инициатива в России, если вы хотите поделиться... Если законодательство в России есть лего, вы хотите просто поделиться продовольствием, то стоимость такого продовольствия возрастает на 40%. Также мы работаем с фудбанками, пытаемся изменить ситуацию с тем, чтобы избегать необходимости выплат этих налогов. В целом мы сокращаем потери продовольствия, мы делимся своим опытом. К сожалению, я не знаю, так ли это происходит в других странах. Когда я спрашивал коллег, они говорят, что все наоборот, но в России мы не делимся наилучшей практикой так часто. Когда какая-то компания имеет хорошие наработки по сокращению уровня потерь, продовольствия, мы недостаточно широко делимся этим. Поэтому такого рода связи очень важны для обсуждения. мы уже беседуем с некоторыми клубами, и в рамках сети определенно мы делимся наилучшей практикой. Например, один из проектов, который мы уже начали реализовывать, это я осознанный, инициатива я осознанный. В России мы поощряем именно устойчивое потребление продовольствия. Мы проверяем наш портфель, мы называем эти продукты устойчивыми продуктами, они более здоровые, они упаковываются в перерабатываемой упаковке. И мы продвигаем в России такого рода знания среди потребителей. Мы предлагаем некоторые скидки, некоторые льготы, если они будут покупать эту здоровую пищу. Какую цель мы ставим в отношении снижения уровня потерь продовольствия? Она более стратегическая. Мы хотим ликвидировать дату производства на продуктах и оставить только дату окончания срока действия. Как это может помочь? Наверное, многие из вас, большинство из вас знают, что во многих европейских странах нет даты производства, есть дата только лишь окончания срока действия. Но в России, это наследие Советского Союза, мы пытаемся покупать продукты по свежей дате производства, потому что люди думают, что это самый лучший продукт. Конечно же, это не так. Если у нас будет дата окончания срока действия, то продукт будет достаточно качественным до последнего дня, до последнего часа. Поэтому мы надеемся, что когда нам удастся достичь этой цели по ликвидации даты производства, это позволит нам сократить количество потерь продовольствия, которые происходят именно в розничных, в рознице. И вот вкратце, это те инициативы, которые мы реализуем в настоящий момент. Если будут какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Но опять же, я могу сказать, что в России и СНГ мы находимся всего лишь на начальном пути, но мы достаточно быстро развиваемся. Каждый месяц повестка устойчивости по потерям продовольствия становится все более и более важной в глазах государственных чиновников. Спасибо, Василий, за эту очень точную и сжатую презентацию, которая очень интересно освещает эту проблему в России и СНГ. У меня есть один вопрос, поясняющий, может быть, я упустил что-то из-за соединения. Когда вы приводили пример производства биологического газа, который больше не является хорошим для рынка. Вот этот упаковочный продукт вы производите в результате операций Danone? Да, в основном в результате наших операций. Да, я поясняю. Это плохие продукты, которые испорчены, которые в основном случаются в результате производства. Мы их собираем и проводим эти продукты через метановую установку. Мы не упаковываем такие продукты для того, чтобы избежать потери продовольствия в этом случае. Насколько я заметил, вы используете очень комплексный подход. Реализуете кампании в области правильного здорового питания, уровня потребления продуктов питания. И это, безусловно, очень правильно, и это очень хороший посыл, который мы хотели бы огласить именно публичным образом. Я вижу еще один вопрос. В чате. Из Венского университета, из России вопрос в том, каковы варианты политики российского правительства в контексте усилий по сокращению потерь продовольствия или, может быть, в контексте усилий как розничной системы, так и самой продовольственной индустрии. Спасибо большое, Роберт. Я пропустил этот вопрос, но вы его хорошо подытожили. Конечно же, когда мы работаем в области сокращения потерь продовольствия, мы работаем с каждым шагом, с каждым этапом этого цикла, как с образовательными компаниями и так далее. Что касается вопроса, я бы сказал, что самое лучшее, что правительство может сделать, это упразднить дополнительные налоги. К сожалению, в настоящий момент уровень потерь продовольствия не является приоритетным вопросом. У него становится сосредоточено на переработке упаковки, на сокращении другого рода выбросов и отбросов. Но уровень потерь продовольствия находится где-то в сторонке. Но мы надеемся, что вскоре они ликвидируют этот дополнительный налог на продукты, которые отдаются бесплатно. Потому что в настоящий момент в России отдать продукты, питание, просто поделиться ими будет в семь раз дороже, чем переработать. И, конечно же, мы все понимаем, что цель продовольствия заключается в том, чтобы его поесть, а не переработать. Поэтому самым лучшим вариантом от правительства будет ликвидация дополнительных налогов на донацию продовольствия. Те инициативы, которые вы упоминали, вы их обсуждаете с правительством для достижения? Да, конечно. Какая-то часть налога уже была ликвидирована. В настоящий момент вы не будете платить часть налогов, если вы поделитесь продовольствием или разными продуктами с организациями, которые входят в определенный перечень, составленный правительством. Туда входит около тысячи неправительственных организаций. Конечно, этого недостаточно, не все они включены в этот перечень, но все же это уже какое-то начало. Это помогает нам сократить уровень налоговой ставки с 30% до 20%. Поэтому первый шаг уже был сделан с помощью наших рабочих групп. И теперь мы хотим ликвидировать эту последнюю часть налоговой ставки. Есть еще один вопрос. С какими еще важными вызовами и трудностями вы сталкиваетесь в России и СНГ в сокращении уровня потерь продовольствия? Например, я бы сказал, что у нас есть законодательные проблемы, когда мы хотим использовать, например, продовольствие для того, чтобы кормить животных. Если вы хотите отдать часть своих продуктов, окончание срока действия, который подходит вскоре, если вы захотите отдать эти продукты в качестве пищи для животных, то у вас будут проекты. У нас есть пилотные проекты, не только у нас, но и у других компаний также, но все идет очень трудно. В России это сталкивается с большим сопротивлением. Что еще? Есть еще одна новая инициатива. У нас есть множество пилотных проектов ADM for Pilot. Например, у нас есть насекомые, которые перерабатывают, могут помочь переработке этих продовольственных отходов. Но законодательство не работает в этом направлении. Мы работаем в серых зонах, тратим много времени, обсуждаем большое количество разных правовых вопросов с государственными чиновниками и так далее. Я бы сказал, что речь идет не только о налогах, но и о законодательстве в целом. Хорошо, Василий, спасибо еще раз за ваше участие в этом вебинаре. Мы увидимся с вами на более позднем этапе. У нас все еще есть какое-то время для вопросов. Спасибо. Теперь я сейчас двигаюсь дальше. Следующему спикеру. Это госпожа Кристин Мазеру, директор по международным рынкам BRF Banffit. Это крупнейшая компания по переработке продовольствия Турции. Госпожа Мазеру будет говорить о своих операциях. Кристин, слово вам. Мы ожидаем вашей презентации. Спасибо. Что ж, доброе утро всем вам. Большой радостью является возможность участия здесь. Доброе утро всем участникам, всем представителям. Поздравляю вас за предыдущие презентации. Они были очень глубокими. Мы могли бы увязать большинство действий, которые освещались в рамках тех презентаций, с тем, о чем я буду делать свою презентацию. Конечно же, я хотел бы сказать спасибо за то, что вы здесь. От имени моей компании я представляю нашу команду, потому что это то, что вы увидите здесь сегодня. Это, безусловно, требует командной работы. Конечно же, как и в случае с любой другой компанией, особенно успешные активности и проекты, проводящие в Турции, но и на других рынках. Они требуют обязательства усилий всей компании на ежедневной основе, всех компаний. Конечно же, если мы с вами рассмотрим, я представлю вам BRF. Важность наших обязательств для нас и влияние, которое мы оказываем BRF, влияние на социальное управление и на наш бизнес. И также наше участие в переработке продовольственных потерь. Кто мы такие? BRF – это я с гордостью хочу сказать, что я работаю в этой компании с того момента, как я закончила учебу в университете. История нашей компании составляет 86 лет. В нашей компании работали более 100 тысяч работников. Мы работаем в разных странах, в разных областях, на трех континентах. Более 300 тысяч потребителей. И мы также функционируем в более чем 117 странах. И почему это важно? Потому что количество и сила, которую это все представляет, и степень нашей эффективности демонстрируется от начала до конца тем, что мы пытаемся с самого начала до самого конца оптимизировать. Мы распространяем более 4 миллионов тонн продовольствия. У нас работает 47 производственных подразделений на трех континентах. Кто такие Банвит? Банвит – это одно из подразделений BRF. У нас 53 года. Мы работаем 53 года. Таким образом, допустим, здесь в Турции мы можем рассмотреть то, что у нас здесь есть, когда мы говорим о новых рынках, есть определенные сложности, потому что температура и вопрос качества – это на самом деле очень важно. Мы носим фундаментальный характер, чтобы мы могли избежать всех этих, возможно, потерь. Таким образом, мы разрабатываем свою стратегию таким способом, чтобы мы могли связать каждую точку нашей цепочки поставок и связать, чтобы была определенная дополнительная обязательность. Когда мы смотрим на BRF и протагонизм, мы посмотрим на наши инициативы и тот устойчивый план и те возможные потери, с которыми мы можем столкнуться. Мы фокусируемся именно на развитии наших партнеров, на наших обществ, общин, работаем с учреждениями по обучению, также с другими институтами, чтобы связывать их и соединять их, а также даже и культурные аспекты самой области пищи. А также нужно продвигать, конечно же, и знания, и инновации. Это является первостепенным. Очень важно, конечно же, подчеркнуть это, потому что во время, в течение всего инновации, мы не говорим только о какой-то конкретной инновации, а в целом, то, что мы включаем в наших процессах, в наши лучшие практики, чтобы мы могли понимать передовой опыт во всех странах и так далее. Мы можем проводить политику инноваций, мы можем связываться и совершенствовать свою работу. Таким образом, что мы наблюдаем в наших странах о вопросах устойчивости, мы, конечно же, пытаемся продвигать вопросы безопасности животных и благополучия. Как только вы включаете вопрос заботы о животных, тогда на вашу повестку дня, тогда мы, во-первых, должны беспокоиться о том, что мы производим и что мы потребляем. Поэтому нам нужно, конечно же, придерживаться плюоралистического подхода, заботиться о животных и гарантировать благополучие животного мира. И надо также использовать, знать, какие ресурсы мы используем, когда это касается… Мы говорим о тренингах, о политиках, о конкретной правильной политике по коммуникации от всей поставки, от наших клиентов до наших поставщиков и всех заинтересованных сторон посередине. Можем продолжить. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь, опять же, мы заботимся обо всей планете. И все мы, конечно же, поддерживаем эти направления и понимаем, на чем мы работаем. Мы являемся странной, организацией-членом, UN-глобальным компактом Организации Объединенных Наций. Мы также из 17 тех обязательств, которые придерживаются в ФАО, мы придерживаемся 14 из них на той повестке дня, о которой я говорила. Допустим, это благополучие животных, энергетика, вода, общины, упаковка и различия. Опять же, в этом для всем цикле мы связываем людей и вместе создаем эту культуру и достигаем всех уровней. Потому что, как только мы понимаем, что еда, и как только мы понимаем, что пищевые отходы, это важно не только тебе, а твоим семьям, твоим детям. Поэтому это вот то, что это их чувство, а не то, что они только то, что они хотят, и их нужды. Когда мы посмотрим на, быстро если взглянем на имплементацию Бонвид нашей компании, мы видим определенные потери, когда это касается сельскохозяйства в процессе. Я должен сказать, что 13 процентов, 13.8 процентов потери еды на уровне именно сельскохозяйства. Это означает, что эта еда, к сожалению, она потеряна даже до потребления. И поэтому мы, то пища, которую мы производим, мы рады сказать, что 100 процентов она потребляется. В 2020 году мы произвели огромное количество еды. И здесь, в Турции, чтобы просто вам в Турции, допустим, представляется 10 процентов нашего глобального производства. И мы очень гордимся тем, что потери по еды у нас минимальны. И таким образом, как у вас получается, что это на уровне нуля, с отхода? Потому что мы задаем этот вопрос и самому себе. Мы понимаем, что очень много вызовов здесь есть, с которыми мы сталкиваемся. И наше производство на самом деле начинается именно с зерновых. Как только у вас есть качество, и вы верите в это, и вы добудетесь о благополучии своих животных, вы можете создать правильный каркас и можно увеличить также и урожай. Если у нас есть на выходе большое количество, тогда мы можем предоставить хороший продукт конечному пользователю. Как мы можем получить этот урожай? Как мы можем получить эту урожайность или доход? Каким образом мы можем улучшить это? Во-первых, у нас не только лаборатории есть, с которыми мы работаем, но и также у нас вопросы и внутреннего, внутри нашей фабрики. У нас более 44 тысячи анализов, которые мы проводим, прессов, которые мы проводим на каждом месячной основе. Мы понимаем, что эти анализы уже помогают нам уже избежать определенных вызовов, связанных с низким качеством продуктов. У нас есть и тренинги по гигиене и по качеству для всех наших сотрудников, для всех наших работников. Конечно же, из-за того, что у нас есть возможность провести трекинг, у нас есть трассируемость, отслеживаемость от ферм до полок. Один из главных вопросов, который мы задаем, именно это отслеживать, чтобы мы могли понимать, откуда, где, что было произведено, и на какой полке это лежит, и куда это продается. Таким образом, конечно же, когда мы говорим о процессах и управлении, очень важно, потому что, когда мы говорим о PDCA или других, допустим, есть другие методологии для стандартизации процессов, для уменьшения убытков и потерь, опять же, этот цикл качества также очень важен, потому что он привлекает людей с самого начала. То есть вы знаете людей, которые работают, и они находят эти возможности для улучшения, и они предлагают вам альтернативу, что также очень важно. Допустим, методология 5С, мы начали, все, о чем я говорю сегодня, даже если мы начинаем это, мы, в принципе, сталкиваемся с разными возможностями в течение дня, потому что вот это то, что вы имплементируете, нам нужно это проверить, нам нужно посмотреть, и каждый раз этот цикл повторяется, чтобы мы могли получить дополнительные какие-то возможности. 5С методология, потому что если у тебя есть правильная среда для работы, у вас будет правильная среда для уменьшения убытков. В любом случае, что важно? Что важно здесь указать? То, что здесь мы говорим, имплементируем, мы работаем с нашими практиками. Таким образом, когда мы в Министерстве окружающей среды и урбанизации получили сертификаты, мы можем включить наши другие катабойни. Если мы говорим о убытках на уровне нуля, во-первых, у нас есть, вне зависимости от каких рынков, от розничных рынков, мы говорим об использовании индустриального, индустриального отхода и со всеми качествами, стандартами качества для производства в наших областях. У нас есть во всех наших заводах, на заводах есть такие учреждения. И мы используем это для корма для животных, для домашних животных и так далее. И также необходимы высокие, высококачественные стандарты, они должны быть покупаемы со стороны пользователей. Каким образом мы используем это? И мы используем это для корма для животных. Конечно, как я уже говорил, на душе в день мы будем настроить и уменьшать, чтобы потом улучшить все эти, но это так же мы используем. И в том числе, что я еще говорил, как я говорил, to you before that we deliver to all our sales points in our in our facilities here in 69 of the warehouses that we have in the country in a daily basis right and as I told you the temperature is our main problem why because this can spoil our products in a in a fastest way and again then we are talking about food losses and that's why we are so committed in our traceability system поэтому мы так фокусируемся на вопросах отслеживания и более 800 минивэнов с холодильников и и с 6 утра а наши грузовики направляется дистрибьютором и вам бары мы фокусируемся на качестве наших процессов при не проводим тренинги для своей до наших сотрудников и чем больше мы работаем в этом направлении чем больше мы связаны с этим тем больше мы сможем найти возможности для устранения этих убытков и опять же это касается и устойчивого развития и и я бы хотел завершить завершить свою презентацию благодарю вас за внимание надеюсь что мы с вами сможем скоро увидеться я также записала для себя пару комментариев которые из всех того что я услышала предыдущую презентацию спасибо пожалуйста слова вам огромное спасибо кристин очень интересно очень впечатляющее я также работал в определенное время с индустрией мясопроизводства я думаю чуть сложная тяжелая тяжелая часть индустрии потому что опять же здесь вопрос отслеживаемости его безопасности стерильные продукты так далее это сочин важно и очень тяжело поэтому надо поддерживать это качество на правильном уровне конечно же я бы хотел если позволите задать один вопрос я понимаю что конечно же а как это бывает ли у вас в операции в вашем производстве что определенные части что у вас вам нужно это выслать вне пищевой сектор как вы проводите обмен эти продукты я не знаю не правильно поняла бы ваш поняла ваш вопрос или нет но я думаю роберт что не идет к пользователю мы проводим процессинг это свои обрабатываем это свои на своих местах то же самый процесс то есть то что не не может нельзя продать пользователю мы это внутри обрабатываем и это как пища не только вопрос образования а как начинается с малого возраста и до розничной продажи мы понимаем что у нас есть определенный срок годности и мы надо проводить такой контроль чтобы в конце дня мы тратим энергию тратим время тратим усилия технологию производим все это что-то очень хорошо но в итоге если вы теряете и те данные которые вы теряете что вы поддерживали и вы можете потерять это все самого начала поэтому мы мы проводим мониторинг и альтернативы что хорошо а что непригодно тогда это используется же по обработке на других целях огромное спасибо спасибо продолжаем сэлма сэдик свой очередитель компании инсток инсток или компания в голланд и дирландах из которых делает бизнес из пищевых отходов спасибо 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 приятно вас всех видеть сейчас мы загрузим слайды меня зовут сэльма я работаю в нидерландах работаю именно и я на самом деле я удивилась тому сколько продовольствия хорошего качества пришлось в конечном итоге удалить с продуктовых полок я хотел бы быстренько перейти на следующий слайд к следующим слайда это было 7 лет назад следующий слайд да вместе с мы у нас появилась идея начать ресторан с продуктами которые мы то есть которые в котором использовались бы продукты которые мы не смогли сбыть в супермаркете у нас появилась эта возможность открыть ресторан впоследствии и как только мы открыли свои двери мы поняли что очень много интереса несколько лет назад уровень осведомленности было настолько высоким за эти годы он достаточно сильно повысился нам удается перерабатывать продовольствие и за прошлые 7 лет мы очень много чего сделали в инсток мы проводили реализовывали проекты делали презентации о чем я вам еще расскажу мы также начали бизнес с другими ресторанами следующий слайд пожалуйста вот это вот наш ресторан на террасе это вид на террасу следующий слайд пожалуйста многие люди спрашивают нас как мы как мы купили ресторан на основе избытка продовольствия я хочу чтобы все понимали что избыток продовольствия это достаточно волатильная вещь то есть достаточно непостоянная вещь то что мы видим здесь это то что существуют разные причины для потери продовольствия во первых мы начали работать самими супермаркетами а затем мы стали все больше и больше взаимодействовать с производителями мы начали понимать что логистика достаточно достаточно сложная в этом в этой области и вот здесь например видите мы те мы из выбрасываем их мы начали из выбрасываемых ананасов мы решили производить сок и затем вот большое количество картофеля которые также выбрасываются из мы начали изготовлением продуктов на основе картофеля мы стали использовать картофель в производстве пива мы начали варить пиво с использованием картофеля нам пришлось испытать целый перечень разных рецептов что было нелегко но мы мы решили некоторые компоненты заменить картофелем картофель достаточно нейтрален в плане своего вкуса и и и по сути дела мы используем большое количество картофеля еще один вид пива которое мы варим использует из в нем используется хлеб следующий слайд вот более светлое пиво мы это приблизительно та же концепция мы можем показать как на самом деле можно перерабатывать продовольственные продукты и создавать достаточно хорошие хорошие питания и они становятся спустя время они становятся все более и более приемлемыми для общественности и образуются целые ниши которые которые позволяют нам задействовать и использовать большое количество выбрасываемого продовольствия мы затем для того чтобы варить пиво необходимо им четыре компонента и в конечном итоге появляется вот такое вот зерно которое в результате является достаточно питательным оно насыщено протеином и это очень питательный продукт и вот концепция это приготовление этой каши туда добавляется сахар добавляются некоторые другие злаки вот это вот хорошо демонстрирует то что можно делать для получения большей ценности из утилизируемого продукта или продуктов питания вот он весь цикл который этот слайд показывает как можно получить максимальную пользу с использованием осадочной техники когда речь идет о потере продовольствия время это самый самый недостающий элемент то есть у нас очень мало времени поэтому необходимо действовать очень быстро все делать своевременно я знаю что нам по закону разрешается указывать дату истечения срока действия продукта но мы на эту тему хотели бы провести еще больше дискуссий обсуждений потому что следующий слайд вот это важный слайд мы всегда рассматриваем иерархию потерь мы всегда задумываемся над тем всегда думаем о том как можно получить извлечь максимальную пользу из избытка продовольствия который который с которым мы сталкиваемся если мы видим что не получается извлечь максимальную пользу из выбрасываемых продуктов питания мы пытаемся использовать продовольственные продукты продовольствия для получения какой-то энергии которые которые также можно было бы использовать с пользой для людей необходимо было масштабировать свои операции на разных рынках у нас есть центр сохранения продовольствия за пределами Амстердама там мы собираем разные виды продовольствия от упаковочных компаний от различных организаций мы проверяем их качество и затем их упаковываем повторным образом и готовим их для использования ресторанами для организации гостеприимства в сфере гостеприимства и так далее следующий слайд пожалуйста вот это наш онлайн-магазин следующий слайд пожалуйста здесь мы также пытаемся повышать уровень осведомленности посредством книг потому что мы знаем что у людей дома очень много продовольствия оказывается лишним выбрасывается и мы сообщаем людям информацию о том как они могут сократить уровень потерь продовольствия у себя дома мы пытаемся сейчас создать в нашем обществе рынок который позволял бы сокращать уровень отбросов выброса продовольствия и запустить крупное движение и выйти в своем движении на более высокий уровень что чему мы научились за прошлые пять лет просто хочу подытожить презентацию я думаю что очень важно во-первых очень важно смотреть на все под положительным углом если вы хотите изменить что-то то вам необходимо положительно подходить к вопросам это повышает вероятность успеха также необходимо начиная с чего-то маленького думать иметь в виду очень большую ценность иногда если если вы хотите сделать что-то очень радикальное инновационное в начале было бы хорошо начать с чего-то очень маленького найти своих первопокупателей создать команду с всеми необходимыми навыками и вам необходимо будет учесть там целый ряд навыков от вам необходимо будет учесть также рынок сбыта от организаций в сфере гостеприимства до ресторанов кафе и так далее затем вам необходимо чтобы у вашей команды была упакована необходимыми навыками вам необходимо идти у команды должно быть видение вы должны двигаться в направлении видения и затем наконец нельзя забывать о финансовых аспектов и также необходимо сотрудничать необходимо в рамках производства испытывать цепочки сотрудничать с фермерами с продовольственными компаниями сотрудничество является очень важным для их больше это подытоживает мою презентацию если были какие-то вопросы пожалуйста да Салма спасибо большое на самом деле это очень интересно бизнес работает в качестве вот продолжения перерабатывающие пищевой промышленности то есть вы потребляете продовольствие которое больше не годится для человечества потребления но оно все же затем и затем обнаружится что оно все же годится для потребления человеком затем вы обнаружите что в этом процессе пищевой переработки если если опять появится в этом процессе потери продовольствия то такие избытки продовольствия излишки продовольствия можно ли их опять затем переработать Я думаю, что при рассмотрении ресторанов мы сохраняем большое количество продовольствия. Мы открыты 7 дней в неделю. Мы всегда предлагаем завтрак, обед, ужин. У нас есть меню для собственных работников. Мы около 20% всего, что мы сохраняем, отдаем в пищевые банки. И также мы сталкиваемся с тем же вопросом, что спрос и предложение не всегда на 100% совпадают. Вот эти вот гранулы, которые я показывал, являются примером того, как мы используем продукты переработки в продовольствии. Что бы вы сказали, какие инициативы из всех ваших инициатив являются самыми эффективными, которые приносят самые лучшие результаты? Могли ли бы вы назвать какие-то ключевые моменты, которым вы научились в ходе реализации этого бизнеса? Я думаю, что с потерей продовольствия оно происходит в таком количестве разных мест, и в таких разных количествах, и в таком разном виде такого множества разных важных элементов, что нет единой формулы, которая ответила бы на все вопросы. Я думаю, что во всей перерабатывающей индустрии я думаю, что самое важное в целом – это увидеть, как можно использовать продовольствие для получения, для извлечения наибольшей ценности, и как предоставить продовольствие тем, кто нуждается в пище. Это важнее, чем производство пива. Мы расширяем оптовый бизнес и также сектор гостеприимства. Это важнее, чем открытие 100 розничных магазинов. Одна из причин здесь заключается в том, что это позволяет сбывать продукцию гораздо быстрее. Во-вторых, мы можем взаимодействовать с потребителями в режиме онлайн. И индустрия гостеприимства, она очень интересна, поскольку она меньше подвержена строгим правилам, поскольку сектор питания, продовольственное питание, он подвергается очень строгому регулированию, рассматриваются все необходимые элементы, ингредиенты, все такое. Бизнес гостеприимства, он не настолько строго проверяется, и поэтому мы работаем с компаниями общественного питания, с банками, консультантами, фирмами. Все дело в том, чтобы использовать творчество и найти пути, как воспрепятствовать вот этой волатильности, изменчивости, тенденции потери продовольствия. У меня есть еще один вопрос от ЛИВМАЭС. Это миссия ООН в Риме. Вы упомянули, что для вас важен охват как можно большего количества людей. Какова цена продуктов? Очень важно конкурировать в ценовом отношении с похожими продуктами. Мы также работаем очень упорно, выпускаем джемы и аналогичную продукцию. Мы затем спустя время поняли, что мы не пользуемся успехом и не в состоянии конкурировать с аналогичными продуктами на рынке. Это одна из причин, по которым мы стали заниматься пивоварением, потому что наш продукт в этом случае может конкурировать в ценовом отношении с ключевыми брендами. и люди не хотят идти на уступки ни в чем, только потому что это более полезный продукт. Поэтому приходится конкурировать на каждом уровне без исключения. Поэтому существует множество продуктов, такие как чипы, джемы, по которым пришлось, соответственно, поднимать уровень используемых нами навыков для того, чтобы конкурировать в ценовом отношении с аналогичными продуктами. Еще будут вопросы? Очень интересные вопросы, которые пришли к моему мнению. Один очень интересный вопрос пришел. Мы не имеем время, но, к сожалению, здесь достаточно много вопросов задается, но у нас, к сожалению, нет времени. Сейчас мы переходим к последней сессии этого вебинара. Это коллегиальное обсуждение. Давайте поговорим с вами о упаковке. Я ничего не слышу. Да, звук не очень хороший. Может быть, вы еще раз скажете то, что вы говорили? Мы, наверное, потеряли Роберта. Роберт? Давайте перейдем к панельной дискуссии по вопросу решения инновации в области упаковки в качестве способа сокращения потери продовольствия. У нас будет три участника. Я с удовольствием их представлю. Анжелика Крайст, бывший генеральный секретарь Европейской Федерации. Также у нас Эрик Монсон с нами, генеральный директор Инноценте, является разработчиком ярлыков, основанных на датчиках, которые используются с целью сокращения потерь продовольствия. И, конечно же, у нас старший научный сотрудник в области... Роберт, вы вернулись? Ну, at least I can hear you. Can you hear me? Нет, нет. Вы меня слышите? Я сейчас представил участников, я слышал, я все слышал. Move on to questions. Тогда вы можете взять слово. Introducing the panel members. So, we're going to ask you a few questions. Спасибо, Оксана, представьтесь. Мы интересны в панельной дискуссии. Хотелось бы попросить вас... ...on the topics that we are talking about. So, my first question is for Ангелика. What is your view on how food packaging industry is developing? Каков ваш взгляд на развитие упаковочной индустрии? Есть ли какой-то конкретный интерес в повышении уровня сохранения продовольствия? Что можно было бы сделать в этой области? Я думаю, что я услыхала только часть вопроса, но у меня есть представление о том, что вы спрашиваете, поэтому позвольте мне ответить на то, что считаю важным. Во-первых, хотелось бы поздравить компанией, которые делали презентации до сих пор здесь. Я думаю, что огромный успех – это то, что наш разговор, взгляд на потери продовольствия перестал быть... Он стал более целостным, и упаковочная индустрия является тем средством, которое позволяет переходить от одного этапа к другому. Это продукты, так называемые «о, черт» продукты, то есть «о, черт, я забыл» продукты, о которых забывают больше всего – это упаковка. Мы бы хотели участвовать в процессе. У меня есть три момента, которые я хотела бы упомянуть. Первый момент – это политическая ситуация, с которой мы имеем дело. Вопрос о потере продовольствия, он также является основным моментом этой дискуссии. Только на нем. Просто представьте себе... Представьте, как бы вы со своей фермы принесли домой десяток яиц. Из десятка яиц, по крайней мере, четыре, пять яиц обязательно разобьются. Поэтому в настоящий момент есть очень такие умные решения, которые используются в этой сфере. Затем есть вопросы, которые также очень важны. Размеры пакетов достаточно крупны все еще. Нам нужно в супермаркетах уменьшить размер пакетов до размера, который необходим для одного домашнего хозяйства. Последний момент, очень простой. Мы здесь сидим из-за коронавируса и участвуем в онлайн-конференции. Упаковки позволяют поддерживать на нужном, на должном уровне гигиеническое состояние общества. Отсутствие упаковок станет фактором риска в плане гигиены для общества. Спасибо большое, Анжелика. У меня есть вопрос также. Я вас не слышу опять. Когда речь идет об умных упаковках, могли ли вы чуть больше рассказать нам о них? Конечно. Всем привет. Меня зовут Эрик Мэнсон. Мы говорим о возможностях, которые можно использовать для того, чтобы конечный потребитель выбрасывал меньше продовольствия. Если бы можно было как-то понять, сколько продукты на самом деле смогут продержаться на крупных рынках, необходимо наличие рынка, который позволял бы рассчитывать определенные границы безопасности по продуктам питания. То есть нужно знать, есть ли у продовольственных продуктов дополнительное время для маневра, то есть в течение которого продовольствие могло бы находиться на полке безопасным образом. Поэтому мы, конечно же, больше надеемся на технологии на основе наших ярлыков. И эти ярлыки, они внедряются в упаковку. И на уровне деградации наша упаковка измеряет датчики в упаковке, измеряют количество газа внутри упаковки, потому что мы работаем с молотым мясом, и оно выпускает определенный газ, когда оно становится несвежим. И поэтому, соответственно, по уровню газа, который выделяется, конечный потребитель может сам решить, станет он использовать этот продукт или нет. Также ярлыки на упаковке меняют свой цвет, и это очень легко увидеть в результате. Спасибо, Эрик. Это очень интересно. А теперь я бы хотел спросить Ульфарда, как вы смотрите на упаковку, на инновации в этой области? Являются ли они эффективными и применимыми, эффективными в области сокращения порчи или потери продукции? Какие будут ваши предложения? Спасибо за ваш вопрос, Роберт. Спасибо, Эрик. Спасибо, Эрик и Анжелика. На самом деле, сказать честно, о, черт, нам нужно также было подумать об упаковке в конце. Это самое первое, на самом деле, что меня зацепило, когда я начал работать в этой области. Да, у нас есть разного рода концепции. За 20 лет мы перепробовали всякие умные концепции, но упаковка должна быть очень-очень дешевой. Во-вторых, упаковка должна продвигать продукт. Она должна быть, в-третьих, безопасна для продукции. Она должна максимальным образом сохранять продукт, этот груз вопросов, с которыми необходимо разобраться, делает задачу инноваций в области упаковок очень трудной. Причина относительно надежный и хороший умный, умные виды упаковки, которые мы разрабатывали в 90-х годах и в 2000-х годах, не удержались на рынке. Уже пять лет, как появилась новая тема, которая это тема появления острова, островов, пластиковых островов в океанах. И правительства стали как-то задумываться о выработке какого-то законодательства, принятия каких-то мер. Мы хотим избавиться от пластика, но людям необходима упаковка. Их не очень интересует, насколько она будет сокращать уровень потерь продовольствия. Да, инновации в области упаковок – это трудный вопрос. речь всегда идет о деньгах, речь всегда идет о производительности и о целом ряде других вопросов, поэтому это очень трудный вопрос. Единственное, в 1999 году в Нидерландах у нас был кризис в течение двух лет. Все мясные компании перешли на использование пакетов, которые были на 7 евро. они перешли с упаковок, которые стоили 7-8 евроцентов, до 20, на упаковке, которые стоили до 20 евроцентов. Но началась вся эта проблема и это изменение с зоологической пандемией. Я думаю, что только кризис. Пока кризис не произойдет, в нашем мире ничего не изменится. К сожалению. Роберт, вы с нами все еще? Роберт, вы с нами все еще? Мы вас не слышим? Если вы позволите мне задать вопрос Анжелики. Спасибо большое за то, что вы уже коснулись некоторых моментов. Может быть, вы чуть больше сосредоточитесь, поговорите чуть больше о имеющихся в наличии, о том, как можно использовать упаковочные решения для снижения уровня потери продовольствия. Правильная упаковка означает, что в состоянии контролировать кислород внутри продукта, потому что именно кислород ускоряет порчу продукта. Нам необходимо для такого рода разработки упаковочных решений материал необходимый использование химических элементов. Но я думаю, что то, что было сделано, особенно того, сколько продукт может придержаться на полке, поскольку это означает определенное количество денег. Если вы можете увеличить количество времени, который продукт в хорошем состоянии может придержаться на полке, это означает, что мы сокращаем расходы. Поэтому то же самое касается повторной запечатки. Очень редко существует небольшое количество продуктов, которые можно, открыв, опять закрыть. Там, где я живу, например, по крайней мере, нет упаковочных решений, которые использовались бы, можно было бы использовать для маленьких продуктов, продуктов малого размера. Больше усилий прикладывается для переработки упаковки. Когда вы используете продукт, если использовать продукт с упаковкой, тогда потери продукта, уровень потери продукта увеличивается. Если вы хотите это все переложить в денежное выражение, это, конечно же, мотивирует людей гораздо больше. Речь идет о, конечно, потере продовольствия, это также и нравственный вопрос, нравственная проблема, но это также и финансовый вопрос. Спасибо, Ангелика. У вас достаточно положительный взгляд, особенно на технологии, о чем я хотела бы также попросить Эрика поделиться. Что, на его взгляд, привело инсенсию к дееспособности? На самом деле существует много решений и инноваций, которые так и не дошли до рынка по разным причинам. Либо из-за высокой себестоимости, низкой эффективности. Может быть, вы могли бы... Как вы обеспечиваете эффективность, применимость? И каков ваш секрет успеха? Я не могу сказать, что это успех пока еще. Мы все еще находимся на пилотном этапе. Нам необходимо быть реалистами, нам необходимо выполнить все требования, которые выставляет рынок. Но я думаю, что мы... Я думаю, что речь идет о тех нескольких моментах, которые я уже упоминал. Это финансовая жизнеспособность. Вот почему мы применяем... Мы не можем применять эти датчики на рынке, они слишком дорогие. И мы в нашей технологии создаем решения, которые имеют... Обладают низкой себестоимостью. И затем речь идет о том, что добавляет стоимость для производителя. И нам не удалось поднять стоимость продукта посредством использования этих разных видов продукции. Но все еще потребители обеспокоены уровнями количеством потерь продовольствия. Они могли бы заплатить больше. И этот факт говорит о том, что они добавляют стоимость. То есть они считают, что стоит это гораздо больше. И также в последнюю очередь речь идет о стабильности. Мы поэтому планируем использовать датчики, сенсоры для того, чтобы можно было... Чтобы потребители знали точно, что они могут доверять этим упаковочным решениям. И пока это невозможно, но мы считаем, что в ближайшем будущем это станет возможным, если нам удастся выполнить все требования. И потребители становятся все более и более осведомлены об этом каждый день. Спасибо, Эрик, большое. Это очень интересно. Мы также надеемся, что все больше и больше похожих решений будет удовлетворять решениям, которые появятся на рынке достаточно скоро. И вы сможете демонстрировать ваши решения. Пожалуйста, сообщайте нам, информируйте нам о вашем успехе, чтобы мы тоже могли сообщать о вашем успехе другим заинтересованным сторонам и рынку. Я бы хотела... До того, как мы перейдем к завершающим комментариям, я бы хотела дать возможность Кристине добавить что-то. Вначале вам, Ангелика, пожалуйста, если вы хотите что-то сказать. Я бы хотела процитировать то, что из американской публикации MeFacts, это американская организация, и всего лишь одно предложение хочу процитировать. Вопрос потери продовольствия и вопрос эффективности и стоимости продовольствия — это три вопроса, между которыми необходимо найти соответствующее равновесие. Я очень рад, что Эрика и ее компания разработала умную упаковку, которая работает на рынке, и стоит она меньше одного евроцента. Упаковка, одна упаковка была больше пяти евро. Такая была шутка в свое время об умной упаковке. Был достигнут прогресс, и это очень важно. Но все же существуют крупные препятствия для достижения компании Эрика успеха на рынке. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Пожалуйста, поймите меня правильно. Но существуют вопросы, такие как безопасность, перерабатываемость. Иногда кажется, что к старым препятствиям добавляются новые. И как только вам кажется, что вы уже дошли до цели, тут же появляются новые препятствия, и опять нужно пройти какой-то отрезок пути. В конце я думаю, что потери продовольствия станут заметными. И вот тогда начнутся изменения. Поскольку отбросы пластика являются видимыми, сейчас уже происходят определенные изменения в этой связи. То есть люди должны понять, что потери продовольствия также будут приводить к экологическим последствиям. Продовольственная индустрия должна понимать, что вначале происходят потери продовольствия, а потом уже выбросы упаковки, а не наоборот. Но это очень трудно передать. Спасибо большое. Ольфа, это было очень интересно, очень ценно. Спасибо за то, что вы открыто выражаете себя, выражаете свои мнения. Я не знаю, вернулся ли Леберт или нет, я бы хотела попросить Кристин добавить еще одну мысль в отношении презентации. Поскольку у нас не так много времени остается, если Кристин могла бы это сделать. Спасибо вам большое, Оксана. Всего лишь один момент я хотела бы подчеркнуть еще раз, потому что использование соответствующим образом наших природных ресурсов – это также большая причина для беспокойства. Особенно потому, что мы проводим операции в странах, которые испытывают недостаток воды. И когда я говорил о наших обязательствах, экологических обязательствах, я бы хотел сказать, что вода, которую мы используем в переработке, сейчас весь процесс оптимизируется с целью экономии воды. И не только это, но источники чистой энергии в нашем процессе. Мы очень гордимся тем, что на международном рынке, не только здесь в Турции, но и вообще используется перерабатываемая вода в Эмиратах, также на 100% вода в наших процессах используется повторным образом. Когда мы говорим об изменениях от начала до конца, я бы хотела подчеркнуть это, потому что на это очень важно обратить внимание. Потому что переработка, обработка, упаковка и другие этапы, они все входят в один слаженный процесс, который объединяет все заинтересованные стороны. Спасибо большое. Благодарю вас, Кристин. Спасибо большое. У нас остается не так много времени. Если вы хотите еще задать вопросы, вы можете связаться с Илоной. Илона из Университета Любляна. Она просит, можно ли покомментировать об экологическом футпринте экологических решений. Какие-нибудь данные есть на эту тему? Да, существуют. Наши датчики, они основаны на химических элементах, а аналоговые датчики... То есть, то, что мы используем сегодня, это не меняет, это не оставляет какой-то след экологического характера. Что касается электроники, я думаю, для нас это самое большое препятствие, и многие из нас хотят создать датчики для предоставления информации в реальном времени о состоянии продовольственного продукта. И мы делаем это устойчивым, последовательным образом. Сейчас мы рассматриваем углерод. Я знаю, что эта технология развивается, но до того, как мы получим более экологически благоприятный продукт, еще пройдет какое-то время. Я думаю, что ответ в том, что существует уже решение, но необходимо будет еще подождать создание цифровых версий для более крупных масштабов. Это вот короткий ответ. Спасибо вам большое. Позвольте мне проверить, восстановил ли Роберт свое соединение. Роберт? Нет, похоже, что не работает. Пришло время завершать. От имени всех я бы хотел поблагодарить и спикеров, и участников за то, что вы нашли время для того, чтобы провести больше двух часов с нами и внести свой вклад в обсуждение этой очень важной темы. Конечно, мы не смогли ответить на все вопросы и охватить все аспекты за столь короткое время, но у нас еще будут другие мероприятия, и поэтому сегодняшнее обсуждение было очень ценной возможностью. Я надеюсь, что участники останутся с нами, а мы будем оставаться доступными и готовыми отвечать на все вопросы. И надеюсь, что у нас будут еще возможности для продолжения нашего обсуждения. Итак, спасибо всем большое, Роберт. И надеюсь, что вы сможете сказать «до свидания». Меня слышно? Да, вас слышно. С того момента, как вы спросили, вернулся ли обратно, мое соединение опять восстановилось. Я приношу извинения за проблемы, которые у меня возникли. Было здорово услышать спикеров, получить интересную информацию от них. Как Акса рассказала, Региональная программа по сокращению уровня потерь продовольствия является хорошей возможностью для объединения усилий региональных стран и для взаимодействия, проведения обсуждений. И я хочу пожелать вам очень хорошего дня. Через шесть недель у нас будет следующий вебинар. Мы сосредоточимся на рознице. Нет, я еще этого не говорил, только хотел сказать, вы меня опередили. Желаю вам хорошего дня, до свидания, спасибо всем вам. Субтитры сделал DimaTorzok